Более двух лет потребовалось жительнице Москвы, чтобы отсудить у коммунальщиков солидную компенсацию за полученную травму. Женщина упала на обледенелом тротуаре и сломала позвоночник. Однако случаев, когда пострадавшему удается решить дело в свою пользу, немного. Как заставить управляющую компанию заплатить за нерадивость своих сотрудников, выяснял Олег Шишкин. Как обычно, тем декабрьским утром Татьяна Шадрина, выйдя из метро, спешила на работу. Выпавший снег припорошил лед на тротуаре, и женщина почувствовала, как внезапно земля ушла у нее из-под ног. Я упала на спину. Очень тяжело было. Болевой эффект был очень сильный. И мужчина довел до тех лавок, и там я оставалась лежать, чему питаться под снегом, потому что встать я не могла. С диагнозом закрытый перелом грудного позвонка она три месяца провела на кровати. Решила защищать права в суде сама, без адвоката. Процесс продолжался почти полтора года. Суд постановил выплатить пострадавшей в качестве компенсации 220 тысяч 173 рубля. Карта была вызова скорой помощи, где я сразу указала, где я упала. И у меня был свидетель, который подтвердил, что он меня видел в этот момент, когда я лежала. Вообще, я рекомендую всем, кто в такую ситуацию впадает, тяжелую, нужно на этом месте прямо лежать. Пока отсюда вызывать скорую. Чтобы скорая зафиксировала именно момент падения, где место падения. Наталье Васильеву из Новосибирска тоже пришлось вести с коммунальщиками долгую судебную тяжбу. Девушка оказалась на больничной койке после того, как поскользнулась и упала в двух шагах от своего подъезда. Диагноз – перелом копчика. Полтора месяца Наталья была прикована к постели. Самое обидное, что девушка мечтала работать тренером по фитнесу. И травмы, скорее всего, поставила крест на карьере. В суде представители управляющей компании, которая отвечала за уборку два раза, сразу повели себя. По словам Натальи, не по-джетменски. Они пытались выставить меня пьяной женщиной, которая шла и посреди дня в состоянии алкогольного опьянения упала. Я, наверное, не похожа на человека, который в воскресенье утром мог быть в таком состоянии. За Наталью вступились другие жильцы, которые подтверждили, что за их двором управляющая компания следит из рук вон плохо. Коммунальщики пытались обратить свою пользу и то, что Наталья не прописана по адресу, где получила травму. Значит, договора с ними не заключала и поэтому не может претендовать на компенсацию. Этот довод суд признал несостоятельным и постановил выплатить девушке 100 тысяч рублей. Всем, кто оказался в подобной ситуации, юристы советуют в первую очередь позаботиться сбором доказательств, которые подтвердят вашу правоту в суде. Фото, видеофиксация. Очень полезно. Второе, поискать свидетелей. Третье, если какие-то травмы, что-то есть, это необходимо обратиться в больницу. Справка вам точно пригодится для того, чтобы зафиксировать вред здоровью. Юристы уверены, наказать нерадивых коммунальщиков под силу всем, кто пострадал от их бездействия. Этой зимой травпункты в Ульяновске ежедневно принимают около 100 пациентов. У 83-летней Серафимы Николаевны перелом предплечья. По улице Металлиса встали дорогу переходить. Я ее за руку держала. Она выскользнула, упала на левую руку. Мы не первые там падаем. Я знаю женщину, которая работает в Кивовске, газет продает. Она на руку упала. Ките сломала сейчас на больничном. Травма у Серафимы Николаевны оказалась серьезнее, чем думали вначале. Кости в ее возрасте срастаются плохо. Возможно, предстоит операция. О компенсации с коммунальщиков она пока не думает. Сейчас все мысли о здоровье. По словам юристов, если будет доказано, что по вине дорожных служб причинен тяжкий вред здоровью, то речь может идти об уголовном наказании. Статья «Халатность» подразумевает до 5 лет лишения свободы.